Япон. Кадыров, как только РФ выведет свои войска с Чечни, в Аллахе, тебе твой медсаназ не поможет, и ты, плохой человек, знаешь это. Вас сотрут в порошок местное население, вы даже нам не достанетесь. Будьте вы прокляты. Амин. Я не владею информацией в отношении родственников других блогеров, активистов, которые были похищены, поэтому скажу насчет своих. Пять человек из числа моих родственников до сих пор находятся в заложниках уже десятые сутки. Трое из них находятся с ночи на 22 декабря. Двое были похищены 24 утром. Имена похищенных и находящихся в заложниках это мать моей жены Шаидова, Равза Шаидова, это сестра моей жены Асият Айбазова, это мой дядя, брат моей мамы Саламбек Хасаров, это моя двоюродная сестра Тахмина Абдурахманова и ее сын Дени Абдурахман. Но эти пять человек до сих пор находятся в заложниках, нам неизвестно ничего о их судьбе, мы не знаем где их держат и что с ними в данный момент они делают. Никакой информации у нас нет. На что они рассчитывают, что они собираются с ними делать, каким образом они будут их использовать, ничего об этом мы, к сожалению, пока еще не знаем. Я еще раз хочу обратиться к Кадырову. Кадыров, прекращай уже, отпусти ни в чем не повинных людей, отпусти моих родственников, отпусти родственников других людей, которых ты удерживаешь. Эти люди не имеют никакого отношения к нашему противостоянию. Они не отвечают за меня и они не несут никакой ответственности за то, что я делаю. Ты перешел уже все границы. На самом деле ты открыл ту дверь, которую уже никогда закрыть не получится. Ты этот позор, это звание, ты никогда от себя уже не отмоешь. Ты первый человек, наверное, в истории чеченцев, который посягнул на женщин, который стал... Не просто ты на женщин-то и раньше посягал, ты и раньше забирал там сестру Масхадова, например, но ты первый в истории человек, который стал возлагать ответственность за действия какого-либо человека на людей из числа его родственников со стороны жены, со стороны матери. И ты первый, кто возложил эту ответственность на женщин. Мало того, что родственников с этой вообще неподобающей стороны, но еще и на женщин с этой неподходящей для какой-либо претензии стороны. Ты первую историю чеченец. И это вот пятно, которым ты себя сам наделил, его уже никогда ты не сможешь себя отмыть. Ты вошел в историю человеком, который это сделал. Имей это в виду. Поэтому сейчас хотя бы прояви благоразумие, эту ответственность скинь на кого-то другого, скажи, что это не ты делал это. Вот кто-то другой, ты не знал об этом, он не спросив тебя, это сделал. Что-то такое попытайся сделать, отпусти. Это позор, после которого, мне кажется, уже... Хотя ты пробьешь и это, но я в этом не сомневаюсь. До этого мы очень часто с вами вели какие-то полемики, и вы говорили про какое-то мужество, достоинство, про какой-то кодекс чеченцев, там, Нокчелла, Конахалла, вот эти вот высокие обороты речи. Все это вы сейчас просто взяли и смыли в унитаз. Все вот эти разговоры про разогнанных полторы тысячи муджайдов, про какие-то там автоматические подствольники, про то, как первым, Кадыров, ты шел куда-то в бой, как ты грамотно управлял какими-то спецоперациями, ты всегда хотел быть воином, мы тебе всегда показывали, что ты не воин. Но даже эти разговоры вы сейчас смыли в унитаз, потому что ты сейчас своими действиями показал, что ты враждуешь с женщинами, ты воин с женщинами. Да, ты действительно, наверное, хороший воин против женщин, но ты не воин, Кадыров, и ты даже, я даже не знаю, как тебя после этого вообще считать чеченцем, называть чеченцем. Это очень позорно. Прояви благоразумие, отпусти ни в чем не привинных людей, отпусти наших родственников. Враждуй с нами, Кадыров, враждуй со мной. Попробуй решить вопросы со мной. Да в конце-то концов выйди на связь, пообщайся со мной. Может быть, ты сможешь утереть мне нос в разговоре со мной. Возьмешь и положишь меня на лопатки. У меня не останется аргументов. Ты опровергнишь все, что я скажу тебе. Ответишь на все вопросы. Я буду выглядеть слабым, а ты сильным. Победишь, так сказать. И поставишь крест на моей карьере. Все. Я как блогер сдуюсь. Уже никто не будет меня слушать, никому я не буду интересен. Все поймут, что я все это время был неправ, говорил неправду, а ты был прав. Ты был вот такой красавчик, ты действительно такой достойный. Сделай это. Покажи, докажи людям, выйди на связь. А если ты не можешь сделать даже этого, на что ты тогда рассчитываешь? Попробуй как-то иначе доберись там до меня. Заткни меня, убей меня, как ты хочешь. Но оставь родственников. Конечно, наверное, ты с ними там очень грамотно ведешь полемику, когда они у тебя в плену, когда ты можешь говорить все, что хочешь, они не могут тебе отвечать, как подобает. Наверное, легко в такой ситуации вести диспут и выглядеть в нем уверенным таким победителем. Попробуй сделать это со мной. А вот тебе повезет. А вот ты победишь. Используй, рискни, Кадыров. И отпусти родственников. Даже Путин не тронул жену и дочь Навального. Путин же пример для Рамзана. Он сам говорил, но даже Путин с женщинами не связывался. Да, кстати, Кадыров, вот это хороший для тебя пример. Подумай об этом. Даже твой кумир, твой царь, тот, чьим пехотинцем ты являешься, Путин, даже он действительно не взял в заложники жену Навального, и не взял в заложники его дочь, его родственников. Он не делал этого. Даже когда они посадили в тюрьму, это был брат, брат Алексея, его посадили в тюрьму. Но с женщинами даже он не уроженовал. Ты здесь кого-то берешь? Пример интересно, кто реально тот человек, на которого ты равняешься. Я уже теряюсь в предположениях. Мы, мусульмане, у нас есть только один пример для подражания. Это пророк Мухаммад, мир ему и благослови Аллаха. Ты, я думал до сих пор, что ты равняешься на Путина, что он является твоим кумиром и примером для подражания. Но здесь я вижу, что даже он себе не позволял такую низость, такой позор. Кто, интересно, тот человек, с кого ты берешь пример? Для какой цели они взяли заложники для того, чтобы ты приехал в Россию? Я понятия не имею. Они не выдвигали никаких условий. Они их просто похитили и где-то держат, проводят с ними какую-то работу. Конечно, я понимаю, что для чего-то это делается, что сейчас нам стоит в любом случае ожидать каких-то действий, в которых будут участвовать и все эти похищенные мои родственники. Понятно, что это будут либо какие-то акции, либо, я не знаю, записанные какие-то ролики. Я не знаю, что это будет. Я теряюсь тоже, опять-таки, вариантов много. Но понятно, что их будут использовать в чем-то. Понятно, что сейчас, в данный момент, с ними там что-то делают, проводят какую-то работу. Для чего, во что это в конечном итоге выльется, я не знаю. Кадыров сказал, что не он похитил женщин. Почему это не берешь во внимание? Потому что Кадыров, сказав это, точнее, он не сказал, что это не он. Он сказал, я спросил у МВД, ФСБ, Росгвардии, они не в курсе, он сказал. Он не сказал, что он этого не сделал. Он, наоборот, подтвердил, что это он сделал. Косвенно, разумеется, не прямым текстом. Он сказал, я вот спросил у этих структур, они не в курсе. Видимо, кое-кто их похитил, чтобы сделать с ними все то, что они мечтают сделать с нашими женщинами, он сказал. По сути, он, наоборот, подтвердил, что они находятся у него. Да, это и не нужно подтверждать. Это понятно, что они находятся у него. Понятно, что и ФСБ, и МВД, и Росгвардия, и все в курсе, где они находятся. Моих родственников со стороны жены, их вообще забирали в полицию Астрахани. К ним пришла полиция Астрахани, забрала в отдел, и потом передали своим коллегам из Чечни. Здесь понятно, что мы не нуждаемся в том, чтобы вообще это обсуждать. У кого они это... Все все прекрасно здесь понимают. Леон Гаултер. Бисмилля Барак Аллаху Фейк, Леон. Аллах Рейска. ВТ Холланд. Дай Аллах твоим родственникам и родственникам других блогеров и активистов быстрого освобождения из рук этих шайтанов. Того крепит Аллах вас. Мы гордимся тобой, Тумсо. Аминь. Барак Аллаху Фейк, брат. Бену. Ас-саляму алейкум. Дай ла махашдутыг дуту. Дай лан мостыгыш лилошдирк. Садед огороду вай хала даган через Исраилова. Один. Кита цукут машин мира бяч, иншаллах. У алейкум. Ас-саляму рам талах баракату. Иншаллах, брат. Аллах Рейска. Исраилова один. Гелган. Это говорит через Гелдаген. Черный ангел. Бисмилля баракаллаху фейк. Черный ангел. Гуртумбай. Неужели мы еще не поняли, что его кумир Ермолов, и он пытается превзойти его? Слушай, по-моему, даже Ермолов не опустился бы настолько. При всей нашей ненависти к этому врагу Аллаха и врагу нашего народа. Даже он, мне кажется, не пал бы так низко. Да я вообще не могу никого вспомнить, кто бы вот таким образом бы пал. Возьмите того же Сталина даже. Да нет. Ермолов и Сталин их не похищал. Он их изжигал там. Да нет. Понимаете, похищение их делали многие в истории. Здесь они, их всех можно за это в этом обвинять. Но именно возлагание ответственности на женщин из числа родственников с любой стороны, не говоря уже о том, что берут заложники вообще в сторону мать-матери и в сторону жены. Вот этого я не припомню ни у кого. Ни Ермолова, ни у Сталина, ни у кого этого не припомню. Да, они, конечно, убивали, уничтожали, похищали, они всылали целые народы в конце концов. Но вот именно взять, что вот, например, какой-то человек что-то сделал, даже пусть он будет преступником, давайте не будем сейчас даже говорить про каких-то блогеров или активистов или воинов, давайте это оставим. Просто, допустим, преступник совершил какое-то преступление и подался в бега. И вот, чтобы взяли в заложники его родственников женщин, даже со стороны отца женщин, чтобы брали в заложники, я не помню такого. Вообще в истории, чтобы у нас нечто подобное происходило, я не помню. Может быть, есть подобные примеры, о которых я не знаю, но я не помню. Кадыров, как только РФ выведет свои войска с Чечни, в Аллахе, тебе твой медсназ не поможет, и ты, плохой человек, знаешь это. Вас сотрут в порошок местное население, вы даже нам не достанетесь. Будьте вы прокляты. Амин.